Когда у плохого мастера получается прекрасный меч, он становится хорошим мастером. А когда хорошие бойцы показывают скучные бои, фаны переводят их в разряд плохих. Привет, мускулистые сардинки! С вами Федорович. Вы наверняка ждете от поединков в ММА, динамики, злостной зарубы, постоянного прессинга, кучу бросков и ударов. Но ждать не значит получить то, чего ждал. Ведь все может быть наоборот, как в боях, на которые мы с вами посмотрим. Как яблочки бывают не только красивы своим красным бочком, но и сладки своим нутром, так и бои бывают не только скучными, но и странными. Прямо как матч-реванш Чейла Сонена против Пауло Филью на WC31. Пауло постоянно смотрел куда-то в пустоту по всем углам клетки, вместо того, чтобы драться. Как будто видел там спустившийся дух Брюса Ли или Хальгендона, который подскажет, что ему делать. А самое забавное, что это должен был быть бой за титул, но Филью не вошел в вес и поединок стал не титульным. А после боя Пауло рассказал, что вообще не тренировался и обжирался бургерами с пивом. Весь бой Филью пытался запрыгнуть на Сонена, многократно падал на жопу, приглашая Чейла на романтик, и просто сякался на канвас, куда потом сам же и падал. Если вы вдруг подумали, что это вообще за мешок, и как его пустили на бой с Соненом, который его просто уничтожал, то очень зря. Ведь на этот бой Пауло выходил с рекордом в 16 побед без единого поражения. А предыдущий бой против Чейла, который состоялся за год до этого, он выиграл досрочно рычагом локтя. Но беда в том, что после первого боя и до этого Филью не проводил бои и кажется, что тренировался только на кухне, в то время как Сонен пахал в клетке. После боя оказалось, что Пауло сидит на коксе, после чего всем сразу стало понятно, что за хрень творилась в клетке, и почему он разговаривал с душами ушедших бойцов, которые, кстати, ему не особо и помогли в бою. А победу судейским решением одержал Сонен, хотя фаны спорили, насколько это хорошо. Ведь провозиться три раунда с противником, который не тренировался и был на коксе, не очень-то большое достижение. Стрела на излете не может пробить даже тонкий шелк, а боец без физухи в конце боя не сможет победить даже Алка-Ниндзю. А с ним драться придется, особенно когда бой был настолько скучным, что зрители начали выпивать не от восторга, а с горем. Поединок Кимба Слайса против Хьюстона Александра в финале тяжеловеса в шоу Ultimate Fighter запомнился всем, несмотря на то, что все его хотели забыть. Это был первый бой Кимба в UFC, и его шанс доказать всем, что он не просто уличный задира, а реально крутой боец. Его соперник Хьюстон считался отличным бойцом, который обладает взрывной мощью и отправляет соперников в яркие нокауты. Ну, по крайней мере, до этого боя. Что с ним произошло в этом бою, никто не понял. Может, он насмотрелся видео на YouTube, где Кимба месит всех на улице и испугался. А может, просто объелся пельменей. Но мужик тупо бегал по кругу, всячески избегая боя. Да и Кимба был ничем не лучше и никак не пытался пойти на обострение и сделать хоть что-то. Мужики тупо кружились в вальсе, смотря друг другу в глаза. Как говорится, спросить – стыд на минуту, не знать – стыд на всю жизнь. А у нас – это выйти в клетку и не драться. Вот позор на всю жизнь. Но все-таки Кимба сжалился над зрителями и они получили свою порцию экшена во втором раунде, когда Слайс сделал пару переводов в партер и насыпал пару ударов. Нет, вы неправильно поняли. Бой не обострился. Это было просто пару моментов. Ведь второй и третий раунд продолжились в любимом вальсе. Только медленнее, ведь пацаны устали. Победу одержал Кимба Слайс судейским решением. Как раз-таки за те единственные два перевода. Есть бойцы, которые для мира единоборств как клад, который многим фанам так и хочется закопать поглубже в землю. Бой, который в 2019 году больше всех разочаровал фанам, прошел на турнире Беллатор 216 между двумя топовыми бойцами. Кто такой Майкл Пейдж и как ярко он проводит бои, я думаю, вам объяснять не нужно. Его соперник Пол Дейли также всегда отличался своими красивыми нокаутами, так как мужик пришел в ММА с отличной базой кикбоксинга и муай-тай. Поэтому зрителям не приходилось скучать на его поединках, наблюдая за яркой мясорубкой. К тому же он всегда нелестно высказывался о борцах, которые валяются в партере вместо того, чтобы показывать красивый бой. Но змеи не страшат только слепого, а сильные противники заставляют дрожать любых бойцов. Поэтому как только Гонг сообщил о начале первого раунда, Пол полностью изменил свою тактику и начал постоянно делать проходы в ноги, которые ему, кстати, не очень-то и удавались. Но мужик наглухо забыл о своих ударных умениях и стал драться как борец-перворазрядник. Здесь вы наверняка подумали, так это же подарок для Венума, как бы не так. Чего испугался Майкл, вообще непонятно. Но он также вместо своего обычного спектакля просто ходил по рингу и ждал чудо от Дейли. Великий Венум за весь первый раунд ударил всего три раза, отчего зрителям было так скучно, что местный бар остался без выторга. Ведь под такой бой и пиво не заходит. В общем, этот поединок был похож на женщину, которая не знает, чего хочет, но не может успокоиться, пока этого не добьется. А между прочим, он длился 25 минут, которые для несчастных фанов были самыми длинными в их жизни. По итогу судейским решением победил Венум. Но что именно и как подсчитывали судьи, осталось загадкой. Ведь Пол Дейли был уверен в своей победе и очень расстроился. Прежде чем называть женщину зайкой, нужно всегда думать, хватит ли тебе капусты и не подведет ли морковка. Так и у нас. Прежде чем называть бойца ярким нокаутером, нужно посмотреть, хватает ли у него физухи на последний раунд. Ну или хотя бы на пару минут боя. Поединок Тэнка Эббота против Олега Токтарова в финале UFC 6 запомнился всем зрителям невероятным началом. Как обычно это делает Тэнк. Ведь его основная задача уничтожить противника сразу. Ну максимум за 2 минуты. Потому что потом у него начинаются проблемы с Дэхалк. Но этот бой был за гранью фантастики для обоих бойцов. Ведь они, как медведи в зимней спячке, провели почти 18 минут лежа на конвасе. Конечно, бой на протяжении 18 минут изведет любого. Но не со второй же минуты. Фаны уже и кричали, и свистели, и стучали по пустым бутылкам. Ведь все было выпито и съедено за первые 5 минут. Бой был очень однообразным и скучным. Только редкие грязные приемчики от Эббота вселяли надежду. Но не уважение к бойцу. В общем, набравшись последних сил, Олег сделал треугольник. И спас UFC от потери всех зрителей. Пишите в комментах, ваши бои с диваном настолько же феноменальны? Или вы пока только в стадии подготовки? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пико! Защита! Нога же держит, раз-два! Переваривайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, Представляем, что мы медведи. Продолжение следует...